И всегда недвижимость является отражением тех отношений, которые есть внутри, внутри семьи, внутри с друзьями, с мамами, с женами, с детьми и так далее, и так далее. А это значит, мне нужно залезть в душу. Если я хочу, чтобы мой клиент купил идеальный для себя вариант, идеальную для себя недвижимость и говорил, как это он так угадал, как бы это прям вот прям моя мечта, вот я прям так себе это видел, я себе прямо так и представлял свою жизнь. Как он это угадал? Ответ очень простой. Я залез в душу, посмотрел, что там, разобрался, и после этого я сделал то предложение, от которого нельзя было отказаться. И я представляю Феликса Альберта, а дальше он сам все расскажет, кто он, чего, надеюсь, я правильно сделал ударение в твоем имени. Да, раз. Ударил на этот раз правильно. Зовут Феликс, фамилия Альберт, и все, в принципе, наверное, уже большинство знают и привыкли, где имя, где фамилия. На всякий случай скажу, имя Феликс, фамилия Альберт. Значит, сегодняшняя наша тема нашего разговора – это… Смотрите, мы работаем в сфере продаж, да, как бы сфера недвижимости – это сфера продаж, причем она самая сложная по сравнению со всеми остальными продажами. Связано это с простой идеей, что мы продаем две вещи, иногда больше. Но мы как минимум продаем услугу, услугу агента по недвижимости, когда мы подписываем с кем-то договор. И второе – мы продаем саму собственную недвижимость, да, ну, то есть, как бы, товар физический. Я сейчас не говорю про, там, ипотеки, я сейчас не говорю про дополнительные продукты какие-то, да, но если сейчас говорить… А, а мне больше в залом нравится общаться. Нет проблем. Я буду вот так вот, да, как бы, переходить, как бы, да, что вот, чтобы все регионы знали, что у нас здесь полный зал людей, да, как бы, места сесть вообще негде, поэтому. Значит, продаем, еще раз, да, как бы, продаем мы две вещи. Продаем мы услугу и продаем мы товар. И, в принципе, есть, я, наверное, не знаю второй профессии в природе, которая специализируется и на том, и на другом, потому что страховой агент продает только услугу, да, продавец в магазине, продает, как правило, только товар, ну, то есть, то, за что он получает деньги. И вот эта вот специализация или особость агентов по недвижимости в сфере продаж накладывает определенный отпечаток, определенные обязательства на людей, которые называют себя агентами по недвижимости с точки зрения и обслуживания клиентов, и работы с клиентами, и самой технологии техники продаж. И вот сегодняшнее занятие наше посвящается, собственно, технике продаж или тем ключевым точкам, тем проблемам, тем моментам, в которые даже хороший продавец может провалиться и может потерпеть неуспех или потерпеть неудачу. Если можно, мою презентацию, если она есть. Если нет, скажите, неважно. Будем рисовать. Можем рисовать. Что? Возможно, твой слайд тоже там же. Как стать продавцом? Значит, два слова, о чем мы будем разговаривать. В течение ближайшего часа у нас времени. Час примерно, чуть больше. 45 минут. Не успеем тогда много. Я почему-то думал, что час. Окей. Значит, мы успеем поговорить про, собственно, те пункты, где продавцы, сейлзы, агенты по недвижимости проваливаются в своих результатах, в действиях и, как следствие, в своих результатах. Я скажу вам, как минимум, одну вещь, с которой нужно научиться работать очень точно, прям филигранно. На какую тему вот этот провал очень-очень, как бы, частый, самый болезненный и дороже всего стоит. И что нужно, как следствие, научиться делать. И третье. Возможно, мы успеем поговорить про отличие современной продажи от того, что было еще 10 лет назад. Потому что это радикально изменилось. Это изменилось очень-очень-очень сильно по одной простой причине, что изменился подход покупателей к покупке. То есть раньше мы покупали определенным образом, а сегодня мы покупаем совсем по-другому. Мы совсем по-другому. О, отлично. Мы совсем по-другому. Нет, режим. Да, вот, наверное. Окей. Значит, сегодня мы покупаем совсем-совсем по-другому. И вот эта вот разница в покупке говорит о том, что должна возникнуть разница в продаже, разница в последовательности действий при продаже. Давай прям первый слайд. Там прям с места в карьер. Не очень хорошо, наверное, видно, как бы сейчас на экране. Может быть, стоит вывести или… А, слушай, там есть полный экран. Ctrl F5 или что-то. Окей, будет отлично, будет хорошо видно. Тогда для коллег, которые как бы здесь. Значит, как сегодня вас учат или учили чуть раньше, из чего состоит продажа. Потому что сначала для того, чтобы говорить о том, какая она, нужно понимать, из каких этапов она состоит и что такое продажа. Значит, первое, все говорили, раньше это называлось найти клиента. Очень простой, очень простой как бы идеей. Сегодня это называется модным словом лидогенерация. Лид – это контактные данные потенциального клиента. Это генерация, это как сделать, чтобы у тебя насыпалось куда-то этих самых лидов. Как их сгенерировать, как создать процесс, осуществить процесс, при котором эти лиды сами к тебе приходят. Но еще раз, если говорить сейчас по-простому и по-правильному, то это просто поиск потенциальных клиентов. Это первое действие. Второе действие, которому продолжают учить и продавцов новостройки, и агентов по недвижимости, называется квалификация лидов. Иногда это называется еще классификация лидов. То есть как бы нужно их разложить по каким-то кучкам, эти лиды, этих потенциальных клиентов, для того, чтобы понять, что и в какой последовательности, и как им продавать. Третье. Всех учат делать презентации. Есть у нас такой термин – презентация услуги агента. Если вы наставники, то вы учите новичков делать презентацию агентской услуги или презентацию объекта недвижимости. Правильно? Так ведь это называется на нашем сегодняшнем языке. После этого, после презентации мы их учим работать с возражениями, как преодолевать возражения клиентов, которые чего-то не хотят, чего-то сопротивляются. Ну и, собственно, как бы как осуществлять сделку. Вот так выглядел до сегодняшнего дня ваш процесс продажи, то, как вы учились продавать, продавали и учили продавать своих агентов и своих стажеров. Если можно, дальше. Кнопочка U. Окей. Значит, давайте посмотрим на то, как это должно происходить на самом деле в жизни. Вот в сегодняшней. И потом посмотрим, как это будет состыковываться с поведением покупателей. Потому что продажа – это является обратной стороной монетки под названием покупка. Вот как он покупает, как он привык покупать, так мы и должны подстраивать свой процесс, свое поведение, свои действия под покупателя. Значит, первое, давайте оставим слово квалификация лидов, давайте оставим это, но это не имеет отношения к следующему действию, которое, и сразу два, если можешь нажми, которое называется создание доверия для выявления потребностей. Такие квалификация и потребности – это разные вещи. Иногда это путают, это путают в работе своей. Ну, например, это звучит следующим образом. Ему надо продать, или ему надо купить, или он разъезжается там с родителями, или он хочет купить новостройку. Так вот, первый тезис – это ответ на вопрос «что?», и это квалификация. Это в какую кучку его положить? Его положить в кучку покупателей? Его положить в кучку продавцов? Его положить в кучку ипотечников? Его положить в кучку покупателей новостроек? Потому что в зависимости от этого я и буду как бы предлагать ему тот или иной товар. Но любой агент по недвижимости знает с опытом, ему много раз была ситуация, когда клиент сказал на входе «хочу купить новостройку, одну комнату, покупает вторичку и трехкомнатную». «Хочу купить в районе Митина, а почему-то покупает в Химках, вроде бы как рядом, но не совсем, или еще хуже на Домодедовской потом покупает», и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы квалификация его как покупателя, как клиента не равна его потребностям. А вот сделка, да, будет равна его потребностям. Теперь, почему здесь есть промежуточный такой вот этап, который называется доверие. И это что-то, в чем как бы проваливаются 99% новичков. То, что опытный агент делает интуитивно, потому что характер такой, новички в этом проваливаются, ну или как бы те, кто стремятся стать высокого уровня профессионалами, должны научиться это делать. Значит, идея очень простая, история очень простая. Потребности, и сейчас мы как бы скажем чуть позже, как бы прям я дам разбор, как бы этих потребностей. Потребности – это что-то, что в большинстве, я имею в виду сейчас в недвижимости, да, это что-то, что является достаточно интимной штукой. Ну, например, мы разводимся и мы женимся, это интимная вещь, да, они имеют отношение, да, как бы к внутренним отношениям, к внутренним эмоциям людей друг по отношению к другу. С какого перепуга я должен это рассказывать какому-то там агенту по недвижимости, да, какое его собачье дело, женимся мы, разводимся, да, как бы, то есть, зачем он меня об этом спрашивает, зачем он лезет в мою семью и зачем он лезет ко мне в душу. Понятно. Но, здесь маленький нюанс, что та недвижимость, которая ему подойдет, и то, что он купит в конечном итоге, и будет являться отражением вот этих вот отношений внутри семьи. Ну, например, они разводятся, и бывший муж и бывшая жена говорят, мы будем жить теперь на разных концах города, чтобы, не дай бог, друг с другом не встретиться, потому что мы не просто там, да, как бы разводимся, а мы теперь ненавидим друг друга до конца наших дней, и мы хотим друг другу отомстить. Если мы будем встречаться в общественном транспорте, мы начнем драться. То есть, та недвижимость, которую они будут покупать, является отражением их отношений друг с другом, которые теперь вот такие. Я специально утрирую для того, чтобы было понятно, когда ты утрируешь иногда, то как пример тебе, как бы, как образ, он лучше как бы фиксируется, лучше застревает в этот момент в голове. И всегда недвижимость является отражением тех отношений, которые есть внутри. Внутри семьи, внутри с друзьями, с мамами, с женами, с детьми и так далее, и так далее. А это значит, мне нужно залезть в душу. Если я хочу, чтобы мой клиент купил идеальный для себя вариант, идеальную для себя недвижимость и говорил, как это он так угадал, как бы, это прям вот, вот прям моя мечта, вот я прям так себе это видел, я себе прямо так и представлял свою жизнь. Как он это угадал? Ответ очень простой. Я залез в душу, посмотрел, что там, разобрался, и после этого я сделал то предложение, от которого нельзя было отказаться. Так вот, для того, чтобы залезть в душу, нужно иметь достаточный уровень доверия. Ты как минимум должен стоять на позиции, то, что называется, профессиональных друзей. Есть личные друзья, близкие друзья, с которыми ты делишься всем-всем-всем, что у тебя только есть, а есть так называемые профессиональные друзья, автослесари, маникюрши, парикмахеры, стилисты и так далее. Это уровень профессиональных друзей. Понятно, да? Вот ты должен как минимум стать профессиональным другом, другом для клиента. Вот так это формулируется. Друг означает доверие. Доверие означает, что тебя пустят в душу. Если тебя туда пустят, то ты сможешь сделать то предложение, от которого не смогут отказаться уже с точки зрения сделки. Понятна идея? Понятна логика? Теперь, когда я слышу, когда мне агенты говорят, он хотел то это, то это и никак не может ни на чем остановиться, и все время перебирает какие-то варианты, то для меня это признак один единственный. Мы не знаем его потребность. Почему мы не знаем его потребность? Потому что он не считает нас своим другом и не пускает туда, и не позволяет помочь ему расковырять, распетрушить эту потребность, разложить ее на запчасти. Дальше. Значит, Юра, кнопка. Нет. Нет. После того, как мы знаем потребность, вы говорите, делаем презентацию. Я вам говорю, поменяйте терминологию, мы даем решение. Это не презентация чего-то абстрактного. Это не презентация услуги. Это не презентация объекта недвижимости. Это ответ на вопрос, как моя услуга или как мой объект недвижимости решает потребности. Это решение тех задач, тех потребностей, тех проблем, которые стоят перед клиентом, и как следствие оно не может быть одинаковым. Оно становится каждый раз разным в зависимости от этих потребностей. Понятная идея? Понятная логика? Потому что презентация – это как бы что-то одинаковое. Ну, вот у тебя есть презентация, напечатанная презентация, сделанная в PowerPoint презентация. Вот она всегда одинаковая. Ты же не будешь ее для каждого клиента менять. А решение каждый раз разное и является ответом на потребности. Значит, если сейчас говорить о вопросе, в чем проваливаются даже лучшие продавцы, то презентация – это не оно, потому что в конце концов все свою презентацию плюс-минус заучили. Если я начну спрашивать как клиент, чем вы можете мне помочь, то из вас начнут сыпаться заученные паттерны, заученные слова, заученные презентации, и будет нормально, это будет хорошо, у меня не будет с этим никаких проблем. Но где да, будет проблема, будет проблема с закрытием. Это вторая вещь. Если первая вещь – это потребности, ну и доверие как причина отсутствия выявления потребности, то вторая вещь – это закрытие. Потому что когда я вам как клиент скажу «мне надо подумать», вы мне отвечаете «да, да, конечно, иди думай». И больше я вам не позвоню, дальше я ваш телефон забыл. Сегодня есть способ прекрасный, черный список под названием, чтобы вы мне не дали и не звонили. Дальше телефон вносится в черный список, и все, и контакт с этим клиентом потерян на все оставшееся время навсегда. Для того, чтобы этого не произошло, и нужно закрытие.